Доброе утро, брат! Доброе утро! Бодрствуешь! Хоронишь нас молитвами-то! Сейчас, сейчас, Игнательич! Да, что у тебя, как там? Да я, это, я звоню по делу. Фильм вчерашний-то закачал, а он там закачался неправильно. В общем, я хочу зайти у вас, и надо по-новому его там закачать. Чтобы не забыть, в самом начале я хочу сказать, что сегодня ко мне, видимо, Виктор зайдет. И вот вчера уже начал нас там прорабатывать, потому что все необычно с английской визой. Онлайн надо только загружать по одному вопросу с переводом, а они там налеплены. Ну, как-то начнем помаленьку. Потому что обращаться не знаешь, кому и как, и за что. Все равно, в любом случае, надо ехать в Новосибирск, сдавать отпечатки. Так, там Ювер. Хорошо, сейчас, минуточку. Давай, у меня. У меня вчера аппарат дали, аппарат все-таки добились. И вот я теперь не знаю, как я там буду с ним. Ну, еще очки люди носят. Давай. Пароль. 6, 7. 4, 7. 6, 7, 4, 7. Верхний надо? Ну, скажите на всякий случай. 9, 2, 3. Так, сейчас, секундочку. Еще. 9, 2, 3. 9, 2, 3. Это версия ИД. Дальше. Потом 2, 2, 3. 2, 2, 3. Да. А потом 9, 7, 2. 9, 7, 2. 9, 7, 2. А пароль еще раз скажи. 6, 7. 6, 7, 4, 7. Потом вы как-то, что будет, скажите, чтобы еще не трогать. Потому что, ребята, вот я вчера предупреждал, не задевайте вот такую там, который вы показали-то. А потом лег уже спать. И думаю, как, может, они задели, да, выключили у вас. Да, они, наверное, задели что-то. Ну, я наказывал. Так что, прости нас. Мы... Я тут не могу следить за этим делом. Показал. Все, ну... Надо было рядом сидеть и смотреть. Так, один вопрос пока. Делайте свои дела. Тот, который рассказывает, как он обмирал и беседуется с Куратовским, это один и тот же, что ли? Александр. Да. Один и тот же. Я так подумал, но думаю, переспрошу. Человек, его, знаете, в чем дело? Тут, в общем, его сейчас многие, вот, протестанты к себе тащат. И за счет его они так прославляют себя, прославляют. Понимаете, как? Да. Я знаю, это они любят таких. Они любят, да. Вот у нас приехал тут один, но я на работе, дежуре, недалеко от милиции, и какой-то, я говорю, цыган, цыган, бывший батюшка православный, и перешел к баптистам. А говорит, это пришел, ну, его жена у нас, член, ну, община, тогда еще община-то не было там. Я тогда перезвонил с ним и говорю, а, это, как так, цыганы? Я вообще цыган верующих не встречал по-настоящему. Нет, это батюшка, они там за него ухватились, представьте, священник и ушел, ушел к баптистам. Ну, я говорю, своих послал туда, я говорю, вы его пригласите ко мне на работу-то. А правда он пришел, ему, видимо, что-то сказали такое. Вот маленечко, только сейчас закончу. Я стал беседовать с ним, ну, а как проверить? А он писания кое-где ухватил, даже цитирует. А я по священнику, скажи теперь, возгласы такие, это там как, сугубо их тенья? Он ничего сказать не может. И я вижу, он мошенник. Я тогда позвонил в милицию, милиция приехала, его забрали. Ну, а потом маленько проверять, я пошел, стал с ним говорить. Он как разошелся. Да это кто такой человек пришел? Какой? Я не верю, никакого бога нет. А я трубку снял этому, который его хвалил-то, баптист. Я говорю, слушай внимательно. А он у них диаконум. Ты слушай, ты его голос знаешь? Конечно, он у нас выступал два раза. Слушай внимательно. А я ему опять спрашиваю. А милиция за столом сидит? Я говорю, как же вы назвались священником? Это же мошенство. Я священником? Я никогда в церковь не ходил-то. Что он говорит, батя? Я знать не знаю. Как он на меня поволок. И все. Баптисты любят таких. Они не разбираются. Неразборщивы говорится всеядность. Это я знаю. Тут надо смотреть. А он недавно, он же три года как пришел к вере, и он не читал практически ничего, ни отцов не читал. По сути, и Библии-то не знает, писание не знает. Они ему не дают не читать, понимаете. Они его таскают по всей стране. И он в разных городах проповедует. И они его... Ну, ну. Говорят. Вот он этот опыт рассказывает. А у него есть, даже слово есть у него. У него, когда он начал говорить, он сделал там такие большие громадные ляпсусы, так называемые. Там по крещению, и нет ничего. Это баптистская дали. Ну, тут если бы с ним разговаривать, он на одном слове не дать ему ничего говорить. А просто объясни вот эти слова из священного писания. Это все. Он как этот цыган поплыл бы. У него нет еще. Ну, с ним беседник, собеседник, видимо, не заметил, или не ухватил, или не знает. Да вот так беседовать нельзя. Они друг за другом бегают. Это нет. Надо брать определенное местописание, добивать до конца. И он должен здесь, на этом месте, встать на колени. Или поднять руки. Или сознать, что он мошенник. Миссионеры так, вот правильно, всех, ну, по внешнему. Олег Синяев ведет. Ну, и он в конце, опять же, давайте, в паломниче. Он не может из этого выйти. Он заложник. Иначе они его сметут, свои православные. У меня встречались такие неоднократно. Ну, особенно они через женщин приходят. Я выехал на Сибирск, приезжаю, домой захожу. Ну, ночь. Открыли дверь, а у меня ночуют. Сестра одна ночует. Из-за шторки выглядывает какой-то. Я говорю, а это кто? Да вот тут брат был, он там лечит от алкоголя. Он лечил даже сына у Брежнева от алкоголя. А у Брежнева сына-то не было никогда. Все, там такие вещи рассказывают. И называется он как... Я не стал ужин где-то, а он оттуда говорит, я рогалики люблю такая это. Ну, как коралька. Я говорю, какие у тебя тут рогалики среди ночи-то? Я посмотрел так маленечко, поговорил, лег спать, помолился. И внутренним духом вижу мошенник. Утром встал поговорить. Я говорю, у нас у бабок... А он какое-то лекарство дает. С Москвы приехал. Я говорю, ну а как тут? А если это отрава? Ну, сильное лекарство. Его, говорит, как веревку скрутит. Я говорю, так он уже помет. Ну, а потом раскрутит. Раскрутит врач. Терминология какая. А мы в церкви, в храме, при храме работали дворниками. А я мимо милиции ходил, посмотрел, там разыскивается такой-то. Я на него сильно похожий, а похожий на Лунощарского Анатолия Васильевича. Это министр просвещения у Ленина был. Я эту фотокарточку вырезал, наклеил на картонку, а он в храме стоит, молится. Бабки его там уже ждут, обихаживают. А я постихоньку его вызвал и говорю, я в милиции там вот был. Так на стене там стенд висит, это не ваш. А в сумерках так. Я ему показал эту фотографию, это и вот. Он, видимо, сам себя признал. Ну, может быть, это и не он. Он потихоньку вышел в другие двери-то и через ограду перепрыгнул в церковной ограде и удрал. И больше нет. Бабки вышли, а где он такой? Я говорю, в командировку последующую ушел. Ушел ваш кормилистый. Да он ведь не может, он никого не лечил. У прежнего сына нету. У него дождь. Дождь у него. Запилась, она так и умерла. Запилась. Бабкисты, они люди хорошие, откровенные, искренне. И так, я рогаликом, я его не покормил. Но два раза-то накормили. И жена приняла его с одной сестрой. Перевели, говорю, у меня дома не было. Как вы могли? Ну, такой человек, ему надо, вот так нуждаются бабы. Прямо, ой-ой-ой. И с ним вместе в одной комнате спать я ложусь и до ночи-то что угодно может сделать. Простодырый народ пошел. Я вижу, что навыков... Я про это, вон, собеседник, это его навыков, там, миссионерской работе совсем мало или почти нету. Миссионерская работа так не ведется. Давай доказывать, какие хорошие храмы у нас, какие батюшки. А он, вопреки, говорит, знаю плохие, я приближаюсь, хочу стать православным. Я вижу, столько лукавства. Там незнание, тут лукавство. Брать нужно определенно, как говорится, за жабры. А одно место писания, он до крещения это никакой роли не играет, там, это вроде так, это, я знаю, это баптистское. Ты открывай ему деяние 22.16. Приходит Ананя, а кто Ананя? Не знают. Жития, говорит, это епископ был в Дамаске. И он говорит, брат Саввул, не Павел, Саввул, что ты медлишь? Стань, крестись, я мой грехи твои. Вот здесь начинать, говорит, скажите, он братом его признал, он не может собеседник не признать. Да, признал. Значит, он брат уже, член общины, как вы говорите. Зачем бы он брата называл, когда это шел, лютый гонитель? Лютый гонитель не брат, а враг. Ну, да. А где прощение было? Ну, он бы раскаялся три дня. Раскаялся, да? Ну, раз раскаялся, грехи Бог ему просил. Ну, конечно. А теперь, слушай, что ты медлишь? Стань, крестись, я мой грехи твои. Он чего омывать-то будет, когда прощен это? Гляжу, глаза у них начинают подниматься к колбу. А потом в разбежку пойдут. А почему он сказал, что ты медлишь? Потому что умрешь к вечеру, и в грехах будешь. Да грехи где? Прощается в грехах. Тут стихи прямо говорит. Крестись и омой грехи твои. А это, который Александр-то беседует, он говорит, да крещение это только так, это обряд, это никакой роли вроде не гайта. Это они его пропитали ядом своим. И собеседник его не осадил здесь. Его долбить на этом стихе. Крещение это таинство. И ни один не может объяснить, что таинство, это значит, таинственно, незримо совершается благодать Божия. Таинственно. Тело омывается водой, а душа кровью Христовой. Омыты кровью Христа. Где в крещении? Откуда известно? Деяние 2.38. И вот за второй стих теперь надо брать было и давить его на этом стихе. Люди спрашивают, что нам делать, чтобы спастись. Петр определенно говорит. Три пункта. Первое. Покайтесь. Вот Саввел это сделал. Второе. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. А все говорят, крестится не просто для прощения грехов. Еще непонятно. Одно предложение. Второе. Одинаково. Для прощения. Прощения не в покаянии, а в крещении. Вот почему с рождением свыше. И третье. Получить дар Святого Духа. Хотя третий момент, когда необыкновенная, экстраординарная обстановка, она перейти может на второе. Вот как дело-то обстоит. А ему собеседник не может ни возразить, ни оставить. Это не миссионер. Миссионер. Это Антоний Великий. Он говорит, я никогда в своей жизни мирно, не беседовал ни с одним еретиком. Это не Игнатий. Интонацию ловить не надо. Ни разу не беседовал. С ними надо разговаривать с желанием привести их. Кротко, смиренно, но по Песченному Писанию. По Библии, по Святой. А здесь как будто Библии нет. Баптисты могут показать. Тут Александр был прав. Я был там. Люди, которые молятся, собираются вместе, они любят друг друга. Господь не по этим признакам узнает. Во имя Иисуса Христа. Во имя. То есть, а где имя Его? В Святой Библии. А они здесь ни одного места под себя не могут подгрести. Ни одного. У них совершенно не на месте крещения у Библии. Да и крест это опрокидывает в гроб кладут. Они в смерть. Ну-ка, ему бы с вами побеседовать, вот дали бы ему урок. Ну, а вы не хотите? Я отказался от него. Я, потому что, как говорил, я теперь еще больше увидел, какой он. Нет, там у него просто статлившая в душе. Его очень и очень... Тут должен быть молитвенник большой, не я. Тут должна быть целая братская какая-то община молиться о нем. Там легион дьяволов, демонов оккупировал душу. Он не сможет никому теперь не рассказывать об этом. Хотя там он ничего не видел. Заклинает. Бог меня да отправит в ад. Да разве святые так делают, чтобы поверили? Верят или не верят, сказал, а отошел. А он не верит. После первого-второго разумления отвращайся. А что заклинать-то себя? Он как ветхозаветний иудей. Меня пусть Бог... То есть это самое главное. Любыми путями, чтобы ему поверили. А что поверить-то? До конца я слушаю опять. Ничего там у него не было. И верить нечему. А именно его авторитет на этом. Если говорит он неправда, это доказано. Значит, всем понятно, это большой шулер, обманщик. Он еще не утвердился. Он в поиске еще. Он пока и ищет. А увлекают его. Ему не дают даже просвещаться не дают. Они ему звонят день и ночь. Вот так. Тащат его, чтобы он рассказывал. По православному обольщению. Я не люблю слово прелесть, но тут стопроцентно светящиеся фиолетовым нимбом. Ему ничего больше не надо говорить, а сказать, ничего по Писанию у тебя нет. Да он даже и не обмирал. Он просто видел, как в полубессознательном состоянии. А в этом пограничном состоянии, Серафим Роуз говорит, тут никого кроме демонов-то и не бывает. Тут дьявол обольщает, как хочет. Чтобы ангел повел куда-то эту редкость. Да и какая его жизнь-то? И он сегодня, он бы оттуда, если вышел, было это божественное видение, откровение, как сказать, он бы обязательно пришел к истине. А истина, она его и даже не интересует. Он бы занимался священным писанием день и ночь. Стремился больше заработать. Деньги, чтобы были у него, чтобы помочь нуждающимся. Я говорю то, что мне пришло в жизнь испытать. Бесплодная вера соблазна для сердец. Она разрушает надежду в конец. Напрасные учения, напрасные слова. Ведь вера без дел перед Богом мертва. Это у них такое песнопение есть, хорошее. Сегодня после обеда наши ребята, наверное, Сергей и Володя пойдут помогать Гавриилу. Он переезжает. Его хозяйка-то вышибла, увеличив стоимость за квартиру в два раза. 21 тысячу в Барнауле. Когда Барнаул это самый низкоплачиваемый регион. Это крупно. Ну, пенсия у меня пять с половиной. Это мне четыре с половиной месяца. Три месяца надо быть бомжем. Один бесит прожить в квартире без питания четыре месяца. Ну, ясное дело, что-то не то. Ну, я ничего не имею. Я ему варианты, какие я даю, что жить. Вот у меня за стенкой жена там. Ну, только ночевать там. Для его вещей, я в сарае даю место. Он не на улице был бы. Жена его тут приходила. Мы бы сделали, постарались. Ну, ему это не подходит. Другой запрос. А вы во сколько будете? Во сколько чего? Во сколько будете, он говорит? Во сколько будем-то? Ну, мы обычно приходим во сколько? Наверное, в 11. Да, примерно в 11. Пока литургия пройдет и собрание. Ну, может. Ну, да, так где-то. Но вы компьютер не отключаете? Компьютер не отключаете? Нет, 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 нет. Посмотрите, нормально все у вас работает. Еще не повредило это. Ну, значит, если благополучно у нас это откроется все, ну, считай, 30-31 мы с вами встретимся в мае. Да, я уже жду. А вот посмотрите, пожалуйста, на рабочем хране. Вот здесь вот такие вот. Я сейчас подальше отведу эту стрелку к ним. Вот эти вот. Что они означают? Их нельзя в отдельную папку убраться. Я ими не пользуюсь. Не вижу, что. А вот я не знаю. Что именно? Может вскрыть, посмотреть? Ну, вы выделите, а то я так вы... Я же не вижу, что вы показываете. Вот она, вот она, вот она. Еще тут я стараюсь. И вижу, что не моя, я и не трогаю даже. А у меня есть экран. Я сегодня должен очистить. Люди придут, тут можно заниматься. Перевозчики смотрят. Да и не знаю, что это. Не знаю. А я вскрою сейчас попробую. Ну-ка, разреши-ка. Это не мое. А это не ваше. Ну, я закрою тогда его. Сейчас я его закрою, это мне не нужно. Это, видать, как раз то, что вчера делал Виктор. Остаток остался. Понятно. Вот, относительно... Надеюсь, ну а с оставкой? Отходите? С оставкой-то что-то нет? Нет. Я говорю, с оставкой что делаете? Где будете вы безземляться? Я вам не понимаю. Если это я сверну, ваше, которое на экране, это можно свернуть? Нет? Ну, пока можно, да. Ну, а свернуть это не закрыть. О, так. А то я вас и даже не вижу. Ну, вот я немножко еще отвлеку на эту беседу. Если когда-то коснется, в вашем присутствии будут беседовать. И беседовать люди... Слово «деноминация» постарайтесь, чтобы у людей этого не было. Скажите, откуда это слово берете? Есть вера и неверие. Есть церковь и есть ересь. Зачем подменять слова? Святые строжайше запрещают это делать. Но тварь, они всегда говорят. Я сидишь с ним, и он не говорит, что своровал. Он вор, он сознается, шестой раз. Но он говорит, взял. Взял. Ну и правда взял. Но взял-то не свое. Что ты дальше не говоришь? Если машину угнал, то не машину угнал, а просто на машине проехал и все. Так и это. Будут беседовать. Скажи, слова эти не употреблять, как для православных, и все духовность. Подбивайте к этому свое... Я не могу так, как вы-то, говорить-то. Я принимаю с удовольствием. Я отказываюсь, как могу, от слов-то лишних. Вот я сейчас перестал уже, к примеру, говорить некоторые слова, что вы не благословляете. Вот я их тоже не говорю. А так людям-то я не могу такого говорить. Ну а просто сказать. Сказать-то можете вы. Ну, чтобы они знали. Скажите, этого слова нет. Давайте библейскими словами и по стихам. Вот определенность их по крещению. Покажите, как вот Александр говорит. Да ничего, в крещении там нет, это просто обряд. Где вы нашли слово обряд? Таинство означает, таинственно совершается незримая для нас тайна. Вот, допустим, хлеб преломляет, но незримо там уже тело Христова. Вино в чаше, но незримо таинственно, таинственно, невидимо, кровь Христова. Это таинство. А преображение, таинства нет. Там открыто он явился, и это не таинство. Вот такие слова. Незримо, вот таинство, день Пятидесятницы. Сошли языки и видят. А на самом деле, незримо Дух Святой охватил их сердца языки. Языки на проповедь. В виде пламенных языков, которые у нас во рту. Они объясняют неправильно. И слова там «окормлять», «каноническая территория», «восорковляться». Вот эти слова поганых, ложных, тупиковых. Православное имя фигурирует на каждом шагу. Их ни в Библии нету, и в жизни они ко Христу никакого отношения не имеют. И когда это докажешь, он совершенно опустошенный, как у Якуба Колоса в родственнике, как обмолоченный сноб. Стоит, говорит, этот дьякон, и ничего нет. Ему надо показать. Ты мысленно представляешь, что ты на суде Божьем. А Бог будет судить по слову своему. По слову. Евангелие от Яна 12, 48. Зачем вы, ребята, путаетесь? Это слово «динаминация». У Бога нет этого. Это вы придумали, чтобы скрыть дьявольское разделение. Вот Сатана разделил людей на Вавилонской башне. Они перестали понимать друг друга. Они не могли работать вместе. Строительство грандиознейшее того времени было прекращено. Долгострой. Но анти-Вавилон, анти-Вавилон, это день Пятидесятницы, когда языки эти соединились в одном человеке. Напротив Вавилонской башни Сионская горница. Вот это надо дать понятие. И теперь, ребята, мы будем беседовать не на Вавилоне, а в Сионской горнице. Мы должны понимать одинаково Священное Писание. А принцип понимания Священного Писания легко определить. Твое толкование, которое ты даешь, даже оно если не твое, ты должен сравнивать со всей Библией. Чтобы ни одно место Библии ему не противоречило. Иначе на таком толковании можно не одну, а два-три построить и сотню. То, что я говорю о крещении, что там прощение. И обещание Богу доброй совести, это там. И погребение, это по Писанию. А то, что там погребение, он стал другим, он стал совершенно другим, он думает, что другим. А если ты другой стал, еще на исповедь не идешь. Ты боишься, ты скрываешь себя от глаз людей. Вот почему тебя страшит православная вера, исповедь. Тогда грех сладким уже не будет. Это, ну, если он какое-то отношение к миссионеру имеет, к миссионерству имеет, человек, допустим, с православной стороны, то он должен держаться очень крепко за ризу Христа. Это сказал мой Господь. И не бежать. Он бросил, да что-то, нет, давай до конца добьем. Другие места Писания. Которое место говорит о том, что крещение, это просто обряд. Покажите, я показываю, что это таинство. И там прощаются грехи. Да вот это там-то люди меняются, там младенец, он еще понимает. Собеседник немножко коснулся. 17 глава бытия и говорит, обрежь мужеский пол. Восьмидневный. Тебя не надо спрашивать зачем? Авраам же не спрашивал. Зачем спрашивать? И всякая душа, которая не обрезана, истребится. Так был обрезан ребенок или нет, а что это? Вступить в завет с Богом. Да как ребенок может? Написано, вы заключили завет. Его не упускать в 17 главе. И когда ты ему покажешь, что это завет, и в завет вступает восьмидневный ребенок, то в новом завете нет мужеского пола и женского. То есть и женщинам вступают дети. Тоже восьмидневном образе крестится. Ветхозавет не было тенью будущих благ. Тенью. Так надо крестить? Надо детей крестить, но только там, где верить будут учить. Вот Осипов в этом вопросе, Дмитрий Смирнов, говорят абсолютно правильно. Правильно. Вот я об этом говорю, батюшки. Ну у нас-то с улицы не крестят, у нас этого нет. У нас-то проще это делать. Вот приехали, мы говорим, давайте, ну пока ты еще нам община не станешь. Ну, значит, с ними пошли вон, там священник сейчас дадим ему и все. Я думал, тут бесплатно крестят. Он пришел на бесплатно. И вот теперь этому сектанту, или даже заблудшему православному показывать на Деяние 22.16. А теперь где он облегся? Облегся он не понимает. Это Галатам 3.27. Во Христа крестившиеся, во Христа облеглись. Ты покажи, где ты облегся. Облегся во Христа. То есть у тебя одежда вся соткана из стихов Священного Писания. А как узнать? А ткань, ткань, поперечная нитка и прямая. Ты знаешь это? Ну так, так ткется любая ткань. Так вот, теперь разберись, что одна нитка это пророчество. Пророчество. Пророчество, они как нитки идут, тянутся. Ну а второе, смотри теперь по Священному Писанию, благодать Духа Святого. Иначе ты голый будешь. Во Христе исполняются все пророчества. И он был крещен, это обрезан в восьмой день. Зачем его обрезать-то? В завет вступить. Он дал пример. А в Новом Завете у Колоссин прямо говорится. Вы обрезаны обрезанием Христовым, быв крещены с ним. Что доказывать-то? Это обрезание. И никуда не уходить. Не надо там. Были в Корнилии, дома дети не были. Это образ, тень будущих благ. И это были образы для нас. Авраам прообразовал нам крещение, обрезание. Кто это говорит? Павел, послание к Колоссянам. Вот и все. И когда его додолбишь на этом месте, дальше беседовать он уже не будет. Вот иногда беседует, и человек все соскакивает, куда-то бежит, убегает, возвращается. Если ему надо там что-то, это уже подозрительно. Кто же его все время так тревожит? Ты должен беседовать, не развалившись. Ты должен с великой крепостью беседовать. Напряженно. Тебе огонь пылает. Ты переполнен благодатью Духа Святого. А это вот такое разжиженное собеседование. И едва-едва слова через губы переплевывает. Это не христианство. Там никто не может обратиться. Если обратиться, подобно тебе будет. Выкидыш. А склизлый. Ну как вот, карту корова абортируют, когда теленка его взять нельзя в руки. Не тем кормили, его силосом кормили, пищей отравленной. Они не благовестники в этом вопросе. Благовестие должно быть чисто по Евангелии. Я еще не в Англии, а я уже готовлю проповеди. Мысленно. Какая обстановка примерно я уже узнал. Там такие-то люди, на какую тему. И там, где совершенно с баптистами не будет сходиться, я спрошу. Аудитория готова к этому? Нет? Иначе просто побеседуем. Какая погода у вас и как убирает улицы чисто. Я не должен уступить никому. Меня хорошо приняли. Но это не означает, что я теперь должен уступить истину. Я должен ее сказать. А вы не примете. Да какие вы верующие. Вы должны выслушать. А примете, не примете. И я также могу не принять вашего. Но не принятие ни на упрямстве, а на основании Слова Божия. Повторяю, когда мы беседовали о втором пришествии Христа, баптисты привели четыре места Писания в свою защиту. В защиту своего учения. Не зная, откуда оно произошло. А я привел на память им 72 места. Все-таки разница есть. 72. Это что означает? Математика. И ни одному месту никто не противоречил. Мы даем такое толкование, которое не противоречит ни одному месту Святой Библии. А у них оно на первом шагу разваливается. Из ста бесед они ни в одной у меня не оказались победителями. Все отступились. И пронести такую молву. Ой-ой-ой. Они же вначале давали мне слова, слова говорят. А начался, говорят, отток оттуда. И тогда запретили. Назвали опасное барнаульское учение. Они срода не встречали, что православные по Библию, они не верят. Они ради интереса привезли ко мне этого еврея на ум. А вы уже поехали без него. А его что больше трону? Образ жизни моей. И когда шли дорогой, я ему такие слова сказал. Его это прямо буквально... Да все вы, пророк. Какой я пророк? Порок, а не пророк. Там прозорливая. А я прожорливый. Ну что, одна буква не так. Я ему привел на память. Есть такое небольшое эссе или рассказ у Льва Толстого после бала. Как там он говорит. Мы, говорит, своих невест облекали в броню. Мысленно. А вы, говорит, сегодня каждую раздеваете до нога. И я это привел. Я говорю, вот идем на улицу. Какими глазами? С одному, я говорю, человеку одному. А ты, я говорю, каждую идешь и раздеваешь. Он аж сдрогнул. Это правда. Я блудник. Я говорю, ну какое же у тебя покаяние было тогда? Опусти глаза, не смотри. Ты бы должен смотреть на нее, как на создание Божие, от которого словословие идет, а не зловоние. Она надушилась духами. Я был в монастыре в Одессе. Там отец Андрей был. Так она зашла, так как она прорвалась туда его? Он ее гонит кадилом. Он говорит, полчаса кадил, говорит, пока все это зловоние после него выгнал. Я видел монахов. Они рук не опускают и колени с мозолями. Господь, я просто с вами, брат, делюсь опытом. Вы можете что-то сказать? Да можете. Как основатель вот этой беседы вставить слово. Скажите, братья, давайте одно место выбрали, Писание. И вот, да бейте, это там хорошее. Вы говорите, хорошее батюшки. Да, есть хорошее. А вы говорите, везде плохие. Да, плохие. Ну, тут вы все по налям развели. Нам нужно узнать, что Бог думает о нас. Хорошие ли мы, или плохие. Мы все призываемся спасаться по Святой Библии. Господь не сказал хорошие, придите ко мне, а плохие. Идите завесить всех по изгородям, на перекрестке. Икон. Икон. Вот даже не слышу. Слава Иисусу Христу. Вот, я закрыл уши-то, мне приятно. Я еще расскажу, как потом, я много вчера снимков сделал, врач, который, прибор, прибор швейцарский, он был там, у него такие грамоты, он мне понравился. Я ему книги подарил. Я говорю, самое ценное в этих двух встречах, что мы с вами встретились, и я вам подарил книги. А это, я говорю, я пришел вам слух и зрение вернуть. Он рассмеялся, он такой известный, один из лучших, может быть, в Барнауле, сурда, настройщик там какой-то, прибор, ой-ой-ой, он сколько воздвелся. А потом разговорились, и у него мама героическая, совершенно глухая, с наушниками, и ученики у ней на Олимпиадах участвовали. Ну, то есть, прибор хороший. Он взял слепок моего уха внутри, потом туда, как чтобы точно попадало. Ну, ладно, хороший. Я дошел с той целью. Я говорю, я все равно носить-то не буду. А зачем же пришли? Я на меня привезли. Ради послушания. Я буду надевать редко. Там, где крайняя нужда. Крайняя вот. Я узнал, где нужда. Это. В Греции, там, в Германии, где во Франции. Если мы будем. Со мной еще. А Сергей-то ему говорит, он очень-очень экономный. Я говорю, вы скрыли от меня стоимость этого прибора. Вы... Я не скрываю. Я вам дарю книги. Я называю цину. Не то, чтобы... Ну, просто по чем мы где отдаем. И он удивлен-удивлен был. И смотрел. Я говорю, вот и встреча какая приятная. Приятный Александр Геннадьевич. Геограммы там, видимо, в Швейцарии. Все оборудование немецкое. Ну, это между делом. Меня интересует вот эта беседа. Как бы надо ее провести. Я... Ну, это моя стихия. Как говорят. Я не тушусь, не надуваюсь. А так, как есть. И когда начинает у него пробуждать все это, они такие ревностные. Ну, тогда был у меня... Приехали они баптисты. Что у них обратился двоюродный племянник. Главный идеолог СССР. Суслова. Михаил Андреевич. А так, Яковлев. А поехали они без него. Он у меня остался. Остался. Яромонахом стал, от которого кришнаит... Или приписывающий себя к кришнаитам убил. Вот. Это в моем доме они пришли. После одной беседы. А почему? А почему? Это... Как же вы могли? Да ничего я не мог. Я просто молился во время беседы. Открылся. По откровению они пришли. Еще домой ко мне не пришли. А я рассказываю сон. Говорит, два человека должны зайти. И один из них останется. А другой уйдет. И в это время стук в дверь. А они заходят. Я еще не закончил рассказывать. А они уже стоят у дверей. И в каком виде будут. Все. Сразу Господь показал. Вот это сон. 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 Сон от Бога. Когда его убили, патриарх Алексей II. Там соболезнования присылал епископу Антонию Красноярскому. Вот. Сила-то не в нас. А в благодати Духа Святого через слово свое. А как они любят Библию, тут вопрос тогда просто. Старообрядцы беспополцы. Разные. Поморские, исчезнованные, голбежники, дыртники. Это у них 50 названий. Или 52 теперь даже. Они имеют книги старообрядческие. Которые писали приемлющие священство. С ними тоже надо беседовать. По Библии бесполезно. Он Библию не признает. Ну не признает. А что признает какую-то? Вот эту книгу. Я тогда беру за одно слово иерей глаголит. А где иерей-то? Надо объяснить, что такое священник. Я его в Библии потихоньку подтаскиваю. Из них бывают очень ревностные люди, когда обращаются. Конечно, они перейдут. Я их не тащу в московскую патриархию. А рассказываю, что есть вот приемлющие священства, которое признано московской патриархией. Есть единоверческие. Где от патриархии ставятся священники. Ну, чтобы его не трогали за двоеперсия, сугубо и аллилуйя. Вот. Вот на одном слове иерей. И они трогаются. Ну, это надо знать. Лакмусовая бумажка, так называемая. Опустил в раствор. Она синяя сделалась или красная. Ты понимаешь, там щелочь или кислоты. Это работа большая. Вопрос такой. Протестанты вообще или баптисты, у них есть память смертная? Они говорят вообще о смерти? Говорят что? Говорят ли они о смерти баптисты, там другие протестанты? Знаете, у них есть и стихотворение. Ну, опять же, у меня опыт уже устаревший. Новые, которые баптисты, они абсолютно не похожи на тех, которых я знал. Те любили слово Божие, а эти не любят. Они не любят его. Два-три места писания и все. У них приступление. Они морлыщут как кошки на заборе. Они там на мотив поют, Катюша. А то и Марсельеза. Просто я знаю их. О смерти говорить, а что они и говорить? Я спасен. Спасен я от блуждания пытливого и гордого ума. А как раз в этом-то и тонет. Спасен. А ты спасен, докажешь, ты мог отвергнуть толкование церкви. Вот тут собеседник с Александром-то правильно все сказал, правильно. Именно это подвигает сокровище православия. Это ее соборы канона и толкование церкви, рукоположение. Вот это все. Все, это нужно раскрыть, вот эту красоту, единение с церковью апостольской. Ну, я просто знаю. У меня вот такой вальяжной беседы с сектантами или чтобы со смехом, как Олег Синяев с мусульманами. Не то, что не было, а ну это пустое занятие. Как это так? Это самый напряженный момент. Вот во время шахматной игры, когда закончится матч, матч заканчивается там. На 3 килограмма сбавляет весе, такой напряг. А это беседа, это жизнь и о смерти, главное. Ему место писания дать нужно. И дать его правильное толкование подтвердить двумя-тремя местами писания еще. И показать другими местами, которые он берет, что они противоречат этому месту писания. Разговаривать нужно очень серьезно. Напряженно. Буквально полыхающее пламя должно быть видно. И они это понимают. Мне вот постоянно говорят, ой-ой-ой, сколько же у вас энергии. Энергии. Это мне следователь говорит, пришел с несколькими кандидатами наук. Я сижу в морозилке, меня оттуда вытащили и допрашивают. А я про себя думаю, ой, какой стержень крепкий. Я думаю, ты со мной на свободе поговорил бы. А я боюсь переквалифицировать статью 190 прим на 70-ю, а на срок в два раза увеличивает. А не так, я не боюсь ты. Я скажу, он мне, я ему врежу. Никогда не думал. Я и со следователем говорил, в полный рост. И нигде не лебезеял перед ним. Но он чувствовал, что он здесь ничего не сделает. А на свободе когда я... А там-то что, говорит? Пытка вопрошала, а боль отвечала. Это, кажется, Савонарола еще сказал. Чтобы знать, беседовать с сектантами, я должен знать абсолютно их учения. Они не знают православного учения со стороны еретиков, сектантов, этих, протестантов. Они не знают православие, не знают и не изучают. Да, встречаются иногда, редко-редко. Ну, с одним, с таким одним удовольствием беседовать. И он не переходит. Ну, не переходит. Главное, он знает, а дальше будет видно. И наступает момент, где, наконец, вот эта их неправда, ложь, лживое толкование перебарает все. И он говорит, нет, братья, честно расстаюсь с вами. Вы хорошие все, но учения наши совершенно не по Евангелию. Я встаю с вами, вы мне остаетесь близкими-близкими. Все, что во мне хорошее, я у вас здесь получил. Но истина все-таки не здесь. Истина с Церковью Христовой. А это не Христова Церковь спустя 16 столетий возникает заново. Новый алтарь, новые молитвы. Да откуда вы писание-то взяли? Каноны утвердили, соборы, а вы их не признаете. Не по-честному это. Они его провожают как достойного настоящего труженика. Вот Питер Гилквист, возвращение на родину. Это как раз вот такие люди. И, конечно, образ жизни твой должен подтверждать. Они сразу начинают подыскиваться. Вот, об отце Геннадия. Да это вот он такой-то утонул там где-то в блуде или в пьянстве. Со мной беседовать один баптист Михаил с Америки. Я говорю, да нет, это он не такой. Да какой он не такой, я знаю. Но ты прочитай его биографию, посмотри. То есть шаблонная, стандартная, такой же, как у православных. Здесь не подходит, потому что он любит Бога. Только поэтому. А предположить, допустить, что он именно верующий, ищет истину и нашел ее, и увидел их заблуждение, он даже не предполагает. А я беседую с тем, кто ушел из православия. Я должен увидеть это, увидеть, что он не увидел в православии самую сердцевину, корень. А у баптистов увидел то, что у них хорошее, что они добрые, они собираются. Вот. Это надо сразу разложить по полочкам. В противнике найти хорошее. Вот эти, когда беседуют, Тамара, Анна, Садессета. А они там не простые были. У отделенных баптистов, отделенных. Эти ни в каком грехе не замешаны. Они их таких засвятых считают. И они, когда услышали, что Геннадий, который вот, Кришнеид, кто убил Яковлев, Геннадий Михайлович, рассказал, что встретил в Барнауле и православного знает Писание. Они говорят, мы сразу стали молиться, узнали, как звать, говорит, а какой. Сначала даже не знали, кто. И стали молиться, что в православии знает Писание. И проповедует, говорит, везде. Ох, мы так обрадовались. И что, они стали все православными. Наступил момент, они приняли крещение. И они сейчас, ну, уже, ясное дело, уже пенсионеры. Вот у меня много выставлено с ней. Тамара беседует в Одессе. В роликах здесь. Фотография. Фотография или видео? Видео, видео. Видео, не одно и не два, а много. Мы с ней беседуем. Она как раз жена этого убитого. Но она такая, как говорится, фиктивная жена. Ему нужно было положиться. А как называются ролики? Ну, Тамара, может быть. Слово Тамара. А ее Тамара, она умного. А потом, якобы, я калифон был. А она ему, ну, жена, только по названию. Она не была с ним. И она не для этого вышла, чтобы его рукоположили. Он хотел очень. Очень сильные беседы. Мы беседуем о нем. И она рассказывает, как они посещали заключение баптистов. Как ей пришлось погружаться в воде, в ледяной быть, от охраны прятаться. В ледяной воде лед. Одна голова, она в двадую. Ее не заметили. И не простыло, главное. И дальше, как их грабитель-убийца встретил. И как что было. Когда они посещали братьев баптистов. Как Бойко судили Николая Евграфовича. Это вот в прошлом году, в 2013-м, 2013-м, мы в Одессе беседовали. Там несколько. Я сейчас не знаю название, но просто отзарядите. Они, видимо, подряд идут. Ролики эти. Я их по плейлистам. Можно даже поискать. Умного Тамара. Тамара. Беседа с Тамарой, наверное, вот так. Очень интересные беседы. Она больная, болящая. Я ее поднял буквально. Поупрекал, что ты лежишь. Я говорю, ты что делаешь, что ты лежишь? Болезнь. Приходит смерть и смотрит, первую очередь, кто лежит. А ты легла, уже заранее подготовилась. Это же... Ну, сел, вот сидишь, смотри, подушка им подперлась здесь. А потом встал и пошла. Да, это я видел, я видел видео. Я думаю, что больше этого не видел. Там молодая девушка за ними ухаживает, видит, подписать ей квартиру. Потом Анна пришла, это вторая ее подруга. Вот. Они пришли. И она говорит, вот вы раньше говорили как-то не так. В православном не были так. Как не так? Так я и был. Это у меня сохранились записи. Ну, дескать, вы были как-то тогда более снисходить. Да нет, это вы из Бабхиста. Зачем я буду вам говорить, для вас не нужно это. Но я и тогда не скрывал, что все неблагополучно на всех фронтах. А вот эти все подробности, что гонение, там на меня другое, это, ну, я вам сейчас открывал. Они, да вот мы пришли, а вы столько говорите, потому вы и пришли, что я все говорил. Я в Библию поверил, потому что она не скрывает ничего. Ни о грехопадении, ни о грехе Лота. И я понял, эта книга истина. Она не скрывает, ни подглаживает, ни марафетит. Вот. У меня такой настрой в душе был. Геннадий Тихович, ну, вы пойдете, когда в храм-то пойдете, да? Да. Вы не выключайте компьютер. Да, я слышал это уже. Я не буду выключать. Да, собственно, когда без батюшки, я не выключаю. Так, не выключайте, это примерно на сколько, хотя приблизительно. А то что, 5 часов? 301 минута. Это, может быть, неправильно показывает? Да это неправильно показывает. Неправильно? Ну, там часа два будет качать. Ну, главное, когда вернутся, что я к тому, чтобы, ну, свернем, чтобы и Виктора там не задели. А они, бывает, забудутся и ткнут в этот храм. Вы все сворачиваете, вы делаете, что хотите, главное, не отключите ее. Да, я не отключаю. Вот они, я вчера побоялся. Даже лег спать, вспомнил их. Чуть заново не включил. А что, думаю, все равно выключили. Неудобно, думаю, я утром изменюсь. Я стоял рядом, ну, глаза-то мы не туда смотрели. Да я еще закапываю тут, это, для очистки. Это не лекарство, но тормозящая жидкость, говорит. Тормозная жидкость, говорит, болезнь затормазывает. Не вижу, в глазах как песок насыпанный. У меня то же самое. Ну, вот, видишь, мы тут с чем-то похожи. Боль позвоночника мне немножко известна, когда операцию делали. На позвонке у меня еще две грыжи осталось. Ну, неумеренные тяжести носил, настройки. Бог так делает. Ну, я... Ну, ладно, я тогда... Ладно, тогда все, я... Ну, я не знаю, вот это... Сами отключите, сейчас отключитесь. А основной я сверну. Пока. Да там можно все высвернуть. А? Ну, ладно, сейчас я сам. Ну, да, делай так. Там можно все. Я сейчас глазок закрою и сверну. Или сам сверни, чтобы я мог... Да. Зайти туда. Мне надо очистить. Очистить этот... Осторг – это все, придется. Я не знаю. Я не знаю. Я сердце. Продолжение следует...